Спортивная красавица Донбасса. Лучший на постсоветском пространстве стадион Донбасс-арена сейчас не самое спокойное место в Донецке. Обстрелы не обошли его стороной, но в это сложное время он стал самым крупным центром гуманитарной помощи. Рейсы с жизненно важным продовольствием прибывают на Донбасс-арену регулярно. Волонтеры, не покладая рук, распределяют продукты среди нуждающихся и надеются, что очень скоро трибуны стадиона вновь видят большой футбол. Лучший в Восточной Европе. Бриллиант Донбасса. Самый безопасный и комфортный стадион за время проведения Евро-2012. В прошлом году Донбасс-арена могла бы принять болельщиков по случаю юбилея, пятой годовщины открытия. Осенью прошлого года сюда прилетела мина, взорвалась и причинила такие вот разрушения. Из-за боевых действий Донбасс-арена была повреждена трижды снарядами и взрывной волной. Стадион уцелел благодаря системе пожарной безопасности, которая сработала мгновенно. Сотни волонтеров прятались от обстрела на нижнем уровне. В мирное время на этих трибунах сидели дети. Видно, вот остался с мирного времени плакат нашего болельщика юного. И он посещен осколками, очень символически. 50 тысяч мест на стадионе сегодня пустуют. Волонтер гуманитарного штаба Рината Ахметова Андрей Санин сегодня руководит логистическим центром на Донбасс-арене. Признается, здесь ему постоянно слышит царев трибун. Шахтер-чемпион. О болельщиках, которые стали для Донбасс-арены родными, напоминают вот эти именные таблички. У нас есть как мистер Мускул, такие вот просто там имена и фамилии. Еще год назад Андрей Санин консультировал коллег из-за рубежа, как построить такое сооружение и как им потом управлять. Я люблю нашу красавицу. Здесь нет плохих мест, здесь нет хороших, здесь все идеально. С любого места открывается идеальный вид на поле. Любое место обладает достаточным уровнем комфорта. Работают на стадионе и болельщики. Только теперь они волонтеры. Уже почти год помогают выжить тем, кто остался без какой-либо поддержки. А сама арена стала крупнейшим в стране центром по оказанию гуманитарной помощи. Президент нашего футбольного клуба Ренат Леонидович Ахметов поставил перед нами простую и в то же время очень сложную задачу. Сделать все возможное, чтобы оказать помощь нашим землякам. Около 600 человек сегодня фасуют продукты гуманитарного рейса Ахметова. Половина из них появилась на Донбасс-арене еще в августе. Каждый день перед работой они проходят проверку. А Элида Ничеволода из Петровского района. Там постоянно стреляют. Чтобы попасть на стадион вовремя, встает в 5 утра. Тяжело в Донецке. Надо же помогать. Мы же вроде как все сестры-братья. Надо друг другу помогать. Вот так вот и пришли. Идея живого конвейера принадлежит самим волонтерам. Только всерьез задуматься. Все эти пакеты собраны вручную. Каждый идет по кругу. Кладет муку, пшено, две банки тушенки, по банке рыбных консервов и сгущенки. Бутылку подсолнечного масла, пряники, вермишель. В конце пакет весит уже 14 килограмм. Несмотря на то, что никакого специального оборудования нет, сбоев не бывает. Даже во время интервью добровольцы не сбавляют темпов. Помогаем людям Тамбаса. Рабочий день волонтера 7 часов. На формирование одного набора уходит ровно 52 секунды. И хотя трудятся много, на нагрузку не жалуются. Говорят, это помогает отвлечься от войны. Мы старательные люди. Мы хотим помочь. Я работаю недавно. Очень тяжело. Но все равно приходим. Потому что самим тяжело и тяжело другим людям. Так что передать Ринату Ахметову большое спасибо. Мы его любим. Единственное, чего сегодня не хватает – сильных рук. Мы сейчас просим помощи наших земляков. Нам очень нужны мужчины. Крепкие мужские руки. Гуманитарный рейс прибывает на Донбасс-арену в апреле раз в три дня. На этой неделе приняли 1432 тонны. Из одной колонны за 10 дней формируют 200 тысяч пакетов. Их развозят в 29 центров на оккупированной территории по всей Донецкой области. А эта еще не восстановленная стеклянная секция на внешней стороне стадиона находится прямо над пунктом раздачи детских наборов. Полгода назад ее сорвало взрывной волной. Пришедшая за помощью молодая мама уцелела чудом. Александра Глушко об этом случае наслышана. Однако за помощью Ахметова приходит регулярно. Ведь это единственный способ прокормить детей. Купить кашу и пюре нереально. Она и муж давно без работы. Пытаешься обходиться без определенных каких-то продуктов. Где-то себя урезаешь, где-то что-то экономится. Еще полгода назад семья Глушко жила возле аэропорта. Когда стала совсем не в Моготу, их приютила родня. У меня полностью разбитое окно в комнате, там где детская была. Ремонт у нее подлежит. У меня разбитые балконы. Через бетон все пробитое. То есть как бы очень холодно. Отопления там нету. Тысячи мирных жителей, приходящих на Донбасс-арену, ведут разговоры о насущном. Главным образом о нехватке денег. Мечтают о времени, когда закончится война. Стадион для них – предмет гордости. И в прошлом, и в настоящем. Арена вселяет дончан надежду. Не дает падать духом. С момента своего основания Донбасс-арена стала символом Донецка. Символом нашего Донецкого края. Там проходили самые лучшие игры шахтера. Там были яркие победы. И самые красивые донецкие праздники. А когда в наш дом пришла беда, Донбасс-арена стала символом мужества и героизма. И, конечно же, стала символом любви к своим землякам, основателя и президента клуба Рената Ахметова. Примета мирного времени актуальная. И сегодня вот эта табличка на поле Донбасс-арены. Как и раньше, по газону ходить нельзя. Кроме агрономов, которые все так же трепетно ухаживают за травой. Ведь ее время обязательно придет. Мы верим в то, что все плохое закончится. И мир вернется в Донецк. И вместе с ним большой футбол. Виктория Чистюхина, Игорь Епифанов, Николай Сыченко. События недели.